Термос, пара кипятка над чайной доской, красивая посуда, умиротворенный чайный мастер, который плавными движениями создает чайную магию, аромат чая и, конечно, самое главное, чайное состояние. Именно оно зацепило меня больше, чем легенды о Тигуанинь и разговоры о чае. Так в 2012 году я сидел в Краснодарской чайной и наблюдал за новыми интересными, тогда совершенно незнакомыми мне действиями чайного мастера. Да и не мастер он был вовсе, а просто хороший парень, работник чайной, который выучил всего несколько приемов китайской чайной церемонии. Но тогда его плавные и оточенные движения меня завораживали. Но больше, конечно, меня опьянял его чай. Ароматное, обволакивающее, приятное ощущение, которое постепенно отключает от внешней суеты, звуки в голове затихают, а в теле возникает внутренний комфорт. Мне понравилось чайное состояние и вкус. Я стал покупать этот светлый лун, интересовался его происхождением, собирал чайные книги. Так началась первая ступень познания чая Тигуанинь. Случилось это 9 лет назад. Название Тигуанинь состоит из трех китайских иероглифов. Те, Гуань, Ин. И дословный перевод – Железная Гуанинь. Гуанинь в мифологии азиатских стран – богиня милосердия, которая почитается в буддизме. У чая Тигуанинь есть несколько легенд, и одна мне нравится больше всего. В китайском источнике я встретил точную дату – 1725 год. Т.е. этому чаю 300 лет. Чаевод Вэйцинь жил в деревне неподалеку от поселка Сипин уезда Анси. Чаевод поклонялся богине Гуанинь. Однажды ему приснился сон, в котором он увидел ароматный чайный куст. Через какое-то время чаевод обнаружил это место и увидел куст, похожий на тот, который он увидел во сне. Вэйцинь отрезал небольшой черенок, вернулся домой и посадил чай в железную кастрюлю. Когда куст вырос, Вэйцинь приготовил его и заварил чай. Чай оказался невероятно вкусный и ароматный. Вэйцинь подумал, что это богиня Гуанинь подарила ему этот чайный куст и решил назвать чай в ее честь. А так как куст был выращен в железной кастрюле, то Вэйцинь назвал этот чай железная Гуанинь – Те Гуанинь. На первой ступени своего чайного познания, Те Гэшки, я покупал частенько этот светлый улунчик, заваривал его периодически и мне нравился этот вкус. И тогда, в тот момент, в те годы я дошел до самого дорогого тогда для меня чая. Это был чай Те Гуанинь по 8 тысяч рублей, ориентировочно за 100 грамм. Это, конечно же, был эксклюзив. Сегодня даже самый высший сорт можно купить значительно дешевле. Но тогда это был какой-то прям топовый сегмент, который мне достался совершенно случайно. Это был абсолютно зелененький, одинаковый, ровненький, прям невероятно красиво скрученный чай. Один к одному. И при заваривании он давал одинаковый, абсолютно одинаковый лист. То есть, было видно, что к процессу сборки, к процессу приготовления, к процессу потом дальнейшего отбора этого чая подошли очень скрупулезно, буквально ювелирно. Тогда, в те годы, у меня уже была чайная доска, посуда. И мне казалось, что я уже где-то наверху своего понимания чая Те Гуанинь. И дальше уже двигаться некуда. Но спустя несколько лет, совершенно случайно, я оказался на родине чая Те Гуанинь. И не просто в Китае. Я оказался в уезде Анси. Это началась вторая ступень познания чая Те Гуанинь. Анси достаточно сельский такой уезд, в котором поживает ориентировочно миллион жителей. И большая часть населения занята в чайной промышленности. Анси является не просто родиной чая Те Гуанинь. Это еще знаковое место для всей чайной промышленности. Именно там, где-то 400 лет назад, чаеводы научились выращивать чай вегетативно. То есть, отрезался черенок и высаживался в грунт. Таким образом, чай можно было вырастить значительно быстрее. Но самое главное, чаеводы научились полностью клонировать куст. Это был, конечно же, прорыв. До этого чай выращивали исключительно семенами. В этой поездке по Анси я побывал на чайных плантациях. Увидел, как чай растет, походил в междурядях, потрогал эти зеленые кусты. И мне показалось тогда, что чай Те Гуанинь значительно ниже чая, допустим, у Луна Дахумпао. И лист его более зубчатый. Кстати, о Дахумпао. Это место Анси находится в 400 километрах от Уишанского заповедника, там, где растет Дахумпао. Но об этом я расскажу отдельно. Там я побывал на производстве чая у фермеров, обыкновенных фермеров. И производство было похоже на какой-то гараж из шлакоблоков, где фермеры скручивали чайный лист. И, кстати, тогда они нас угостили свежеприготовленным, достаточно вкусным, ароматным чаем Те Гуанинь. В Анси я побывал на огромном чайном рынке, который так и называется. Те Гуанинь – это монобрендовый чайный рынок, в котором продается практически на 99% только Те Гуанинь. Там, конечно, можно встретить еще некоторые другие сорта, допустим, белого чая. Но в основном там фермеры продают мешками Те Гуанинь. То есть, этот рынок, он похож на какую-то чайную биржу. Все происходит достаточно быстро. Мешки привозят там на велосипедах, на мотороллерах, на автомобилях, увозят их на фургонах. То есть, в этом месте можно увидеть одновременно сотни продавцов чая. И рынок в основном рассчитан на оптовых покупателей, именно на предпринимателей. То есть, это не местечковый рынок для городских жителей. На этом рынке я торговался с китайцами, с фермерами. И там увидел, что такое Те Гуанинь за 30 юаней за цинь. Цинь это полкилограмма. И 500 юаней за цинь. То есть, это абсолютно разный чай. В Анси, конечно, я получил просто громадный пласт информации. И вернулся с Китая, побывав на плантациях. Пощупав эти кусты, увидев эту туманную утреннюю дымку, побывав на производстве чая. Я пил это с фермерами, я пил чай в магазинах, я пил чай на рынке. То есть, приехал настолько насыщенный. Естественно, в Краснодар привез со мной с собой огромное количество чая Те Гуанинь разного сорта. В тот момент я привез и жареный Те Гуанинь, и старенный Те Гуанинь, и выдержанный. Но это уже другие вкусы совершенно. И вот так вот закончилась вот эта вторая моя ступень познания чая Те Гуанинь после поездки в Китай. Спустя полтора года я тоже совершенно случайно оказался на острове Тайвань. Тут, кажется, возникает вопрос, при чем здесь Тайвань и чай Те Гуанинь. Но оказывается, что остров Тайвань и Те Гуанинь связаны напрямую. В свое время с материка, с Китая на остров привезли достаточно большое количество чайного куста именно Те Гуанинь из Фудзяня. И высадили на острове. И по большому счету отсюда пошел тот самый тайваньский улун. И во вкусе своем тайваньский улун очень по вкусу похож на чай Те Гуанинь. У него есть одна такая нотка. Цветочно яркий такой вкус. Остров, он достаточно высотный. Там, естественно, другой климат. Там другая влажность. Остров со всех сторон омывается Тихим океаном, морями. И, естественно, чай за эти десятилетия там видоизменился. Плюс тайваньцы внесли изменения, дополнения в технологию производства чая. И чай, конечно же, стал там другим, совершенно другим. В столице Тайваня, в городе Тайбэй, я побывал в самом крупном чайном магазине. И там увидел тоже очень интересную такую тему. Я встретил на витрине Те Гуанинь, который был градирован по сортам А, Б, С, Д. И привыкнув к тому, что чай обычно называется в честь места, где его собрали. Мы начали задавать продавцам вопрос, что такое А, Б, С, Д, как это понять. Ну, понимаем мы, что это высший сорт, какой-то низший. Но мы говорим, а как же вот там Алишань, Улун, Лишань, Даю Линь и прочее-прочее название. Нам объяснили, это очень крутой старинный чайный магазин. И, наверное, он один из самых больших чайных магазинов вообще в Тайване. То есть, это такой огромный-огромный бизнес. У них свое производство. То есть, это не просто какая-то там местечковая придумка. Они объяснили так, что так как чай растет в разных местах, и в этих разных местах каждый год разный климат, разное солнце, влажность и прочее-прочее, то чайный лист из года в год в этом месте разный. И для того, чтобы повторить чайный вкус для своих постоянных и новых клиентов, магазин производит этот чай сорта, допустим, А, из конкретного качества листа. То есть, им важно повторить чайный вкус, который покупатель привык покупать под сортом А или сортом Б, С или Д. И таким образом они из года в год стараются повторить тот самый вкус. И не важно, где был чай собран, там на 2200 метрах в районе гор Алишань или где-то в другом месте, им важно качество листа. И это, кстати, очень крутая тема, потому что уже потом позже я много раз сталкивался, когда покупая чай у одних и тех же производителей, каждый сезон он имеет разный вкус. Я не говорю про то, что весной и осенью он разный, это естественно. А про то, что одной весной этот чай одного вкуса, другой весной этот же чай другого вкуса. Тогда на Тайване я узнал еще очень интересную информацию, что выращивая чай на Тайване, потом впоследствии, уже в наше современное время, чайный куст увезли обратно в Фудзянь и высадили там. И сейчас некоторые производители Китая выращивают тайваньский улун у себя в Китае на материке. Естественно, когда продают, они обязательно обозначают, что это из чайного куста, который был выращен на Тайване. И это тоже очень крутая и интересная история. С Тайванем, конечно, я тоже привез очень много сортов чая. И, по сути дела, тоже большой, огромный пласт вот этой информации по светлому улуну, но уже тайваньскому. Тайвань, конечно же, вы знаете, что это 23-я провинция Китая. Закончилась моя, так называемая, третья ступень познания чая Тигуанинь. На четвертую ступень я перешел уже вот недавно, так сказать, для себя осознанно, когда готовил этот материал. Я хотел выделить правильное время заваривания чая для себя, когда чай для меня по-настоящему вкусный. И хотел еще обсудить хранение. Я очень много интересовался хранением чая Тигуанинь, и это очень разная и очень спорная история. В Китае у производителей и у продавцов можно встретить часто, что в магазинах чай продается в 250-граммовых вакуумированных пакетах, и достают они его из морозилки. Многие продавцы в Китае хранят Тигуанинь, вакуумированный в морозильных камерах. Когда чай приезжает в Россию, и его рассыпают, и дальше продают потребителю, конечно же, я вообще никому не рекомендую после вскрытия положить в чай в морозилку, потому что, во-первых, в морозилке домашней очень много разнообразных других ароматов, и вряд ли вы будете дома держать морозилку специально для чая Тигуанинь. Во-вторых, открывая пакет, конечно же, там уже происходит соприкосновение с воздухом, и чай насыщается водой, которая летает в воздухе влажностью, потом замерзает, потом опять размерзает, но это не очень хорошая история. Поэтому я считаю, что как только вакуумированный пакет вскрыли однажды, все, никакого смысла нет хранить его в морозилке. Но опять, это на любителя, и у меня есть для хранения Тигуаниня, как и любого другого чая, всегда три самые главные вещи. Первое, я всегда говорю, храните чай в месте, где недоступны посторонние запахи, не храните никогда чай на солнце и в стеклянных банках больших, и никогда не покупайте чая так много, чтобы он лежал у вас месяцами, а то и годами. Именно Тигуанинь, потому что Тигуанинь любит свежесть. Ну, а то, конечно, как вы относитесь к этому чаю, то так его и надо хранить, потому что в любом случае все мы храним чай для себя. Поэтому то, какое мы значение придаем при хранении чая, такой чай мы будем пить в дальнейшем. Что касается времени заваривания чая. Последние три недели перед подготовкой этого материала я старался пить Тигуанинь почти каждый день. Хотя для меня это не системный чай. Я не то, что небольшой любитель Тигуанинь, но этот чай у меня под настроение. Я не могу его пить каждый день. Но вот последние три недели я старался пить его очень часто. И я вывел для себя, постарался вывести правильное время заваривания, когда этот чай мне максимально вкусный, и когда он дает то самое чайное состояние, за которым я гоняюсь. Допустим, для шу-пуэров у меня это раннее утро до завтрака. У шен-пуэров, светлых зеленых пуэров, это обычно обеденное время, но тоже, конечно же, до еды, либо послеобеденное, дневное время. Для Тигуанинь я понял, что у меня это точно такое же время, как и для шен-пуэров, то есть это день после обеда. Но обязательно, чтобы это было часа через три, не раньше, после еды. И еще очень крутое состояние я ловлю, когда я слегка испытываю чувство жажды. То есть очень сильно влияет на то, как я воспринимаю своими рецепторами вкус, и как я воспринимаю это состояние, то, насколько мой организм насыщен влагой, водой. То есть нужно быть, кроме того, немножко голодным, но еще и немножко испытывать чувство жажды. Тогда этот кайф наступает максимальный. Не зря чайная церемония, гунг-фу-ча, дословно переводится как время чая. Поэтому время чая – это именно очень важная, самая главная, наверное, составляющая в чайной церемонии. От этого я в том числе понял, что я могу ловить кайф, как и от дорогого чая из максимальных топовых сегментов, и обычного повседневного чая, бюджетного. Но больше-больше на мое чайное состояние влияет именно вот эта вот чайная подготовка. То, насколько я хочу попить этот чай, то, насколько я абсолютно пустой, чистый, так сказать, и готов уделить этому то максимальное время. Поэтому, подводя, так сказать, небольшой итог вот эту черту по четвертой своей ступени чайного познания – чая тигуанинь, я, конечно, надеюсь, что у меня эти процессы познания будут продолжаться, и будут новые ступени, какие-то другие поездки или другие какие-то ситуации, где я буду больше получать информацию о чайе тигуанинь. Я хочу сказать, что важно чаю уделять время, важно заваривать тигуанинь вкусно, пить его и получать от этого удовольствие. Пейте чай тигуанинь. Всем хорошего настроения. Пока.